Добрый день! Приветствуем вас на нашем YouTube-канале Видеолектории ДОТ. Сегодня лекцию на тему генетические ресурсы и основные направления селекции ячменя и овса для вас прочитает Игорь Градиславович Лоскутов. Добрый день, Игорь Градиславович! Добрый день! Свою лекцию я хотел бы начать с общего положения по зерновым культурам в нашей стране. В 2009 году в нашем городе проходил Всемирный зерновой форум. На нем специалистами было показано, что к 2030 году сельскохозяйственное производство в мире должно увеличиться на 50%. К 50-му году оно должно удвоиться, так как население нашего земного шара будет составлять уже более 9 миллиардов человек. И основным направлением в развитии, в частности, зернового хозяйства и сельского хозяйства специалисты предрекали использование генетически модифицированных растений. Но в настоящее время Россия выходит на передовые рубежи по производству сельскохозяйственных культур и зерновых культур. И в этом году мы собрали рекордный урожай, который составляет порядка 130 миллионов тонн по зерновым культурам. Порядка 45 миллионов тонн мы будем экспортировать, что несколько изменило планы, те, которые предсказывали мировые эксперты по сельскому хозяйству. Кроме того, в нашей стране по разным оценкам от 30 до 40 миллионов гектар пашни, которые пустуют, она также может быть включена в оборот сельскохозяйственного производства. И все это является потенциалом развития сельского хозяйства нашей страны. С другой стороны, я хотел бы сказать, что посевные площади, по большинству зерновых, в частности культур, они являются крупнейшими площадями в мировом масштабе. Мы имеем порядка 30 миллионов гектар под пшеницей, порядка 8 миллионов гектар под ячменем и под другими зерновыми культурами. Если мы будем сравнивать эти данные с производством, то, что мы имели в Советском Союзе, то, конечно, 130 миллионов тонн – это небольшой такой результат, при том, что это, в общем-то, если мы сравниваем с Российской Федерацией, то это рекордный урожай. По сравнению с рекордным урожаем 70-х годов, в 78-м году мы собрали 127 миллионов тонн зерновых культур. Но в Советском Союзе собирали и предполагали сбор более 200 миллионов тонн. Эти планы не осуществились, но вот даже того количества, которое мы имеем, оно достаточно для того, чтобы мы могли не испытывать недостатков в продуктах питания и даже экспортировать их в другие страны мира. Посевные площади, к сожалению, в нашей стране, они, как я сказал, 30 миллионов гектар пустуют, и они сокращаются. В настоящее время под ячменем, я сказал, где-то мы имеем около 8 миллионов тонн, под овсом где-то чуть больше 3 миллионов тонн. Надо отметить, что в советский период под овсом мы имели порядка 12 миллионов гектар. Это были крупнейшие площади в мире. И если мы возьмем уровень 40-го года, то в то время под овсом мы имели порядка 20 миллионов гектар. Эти площади, как видите, сократились очень значительно, но тем не менее по овсу мы являемся лидерами как в производстве зерна этой культуры, так и имеем самые максимальные площади по сравнению с другими странами мира. Каково положение программы продовольственной безопасности Российской Федерации? Программа Российской Федерации рассчитана до 2020 года. И там предполагается, что по большинству культур, по большинству положений по производству сельскохозяйственной продукции мы будем занимать порядка 80-95% для внутреннего снабжения населением. В большинстве эти показатели, они к нынешнему году, они частично выполнены. По зерновым культурам мы имеем уже практически 90-95% всех потребностей, которые необходимы нам, мы удовлетворяем за счет внутреннего рынка. И вот производственное положение, положение продовольственной безопасности мы в нашей стране большей частью выполняем. То есть это все очень связано с тем пассивным материалом, который мы имеем, те успехи селекции, которые достигнуты нашими селекционерами, и те сорта, которые находятся на наших полях. Какой набор сортов ячменя и овса имеется в нашей стране? Вы знаете, у нас есть система, которая регулирует этот процесс, то есть регулирует внесение определенных сортов в реестр селекционных достижений. Это выполняет госсорта сеть нашей страны, которая была образована еще в 20-е годы. В них существует реестр селекционных достижений, как я сказал, по каждой отдельной культуре. Если мы возьмем по овсу, то в настоящее время в таком реестре находятся более сотни сортов. Если мы возьмем ячмень, то их насчитывается около 200 различных сортов, которые используются в различных регионах нашей страны. Наша страна разделена на 12 регионов, и в каждом регионе есть свой собственный набор сортов, которые именно рекомендуются для использования в тех или иных экологических и географических условиях. Некоторые эксперты говорят о том, что российские сорта менее продуктивны, менее качественны, менее адаптивны по сравнению с западными. Но, к сожалению, это не так. Наши сорта, они очень хорошо приспособлены к данным условиям. И надо также отметить, что селекция, которая является продуктом селекционной работы наших селекционеров, селекция – это международная, это интернациональный процесс. То есть, тот исходный материал, который используются для получения новых сортов, он не обязательно может быть и должен быть российским. В селекцию привлекается и народный материал, и этот материал они получают большей частью из нашего института. Какое значение коллекция ВИР имеет для селекции зерновых культур в России? Как я сказал, селекция – это интернациональный процесс. Коллекция, как мы говорим, Вавиловского института, или раньше он назывался институт, Всероссийский институт растеневодства, в настоящее время мы называемся Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Николая Ивановича Вавилова, и мы также оставили за собой бренд нашего института ВИР. Коллекция нашего института, или ее иногда называют Вавиловской коллекцией, она была расширена и собрана по всему миру Николаем Ивановичем Вавиловым и его соратниками. Это мировая коллекция генетических ресурсов растений. В настоящее время она является четвертой по величине в мире, но ее уникальность не оспаривается специалистами по селекции генетики и генетическим ресурсам растений. Наша коллекция уникальна. Уникальность ее состоит в том, что мы собираем не только генетический и селекционный материал, который появляется в различных странах мира. Он также интересен и своим ботаническим разнообразием. Но самое ценное в нашей коллекции – это местные сорта, которые были собраны Николаем Ивановичем Вавиловым в 20-е и 30-е годы, и также его многочисленными соратниками, которые выезжали в различные уголки земного шара и собирали самый интересный, самый уникальный и самый используемый материал. Этот материал весь предоставляется нашим селекционерам, и также он предоставляется и нашим зарубежным коллегам. Также я бы хотел отметить, что мы собираем в нашей коллекции не только селекционные сорта, культурные виды, но мы также собираем и дикие виды, которые относятся к генетическим ресурсам тех или иных культур. Если мы говорим о ячмене и овсе, то по овсу в нашей коллекции существует большое количество диких видов. Их порядка около 20 диких видов, которые никогда не использовались в сельскохозяйственном производстве. Но они очень важны для селекционного процесса. Многие дикие виды обладают очень ценными, хозяйственно ценными признаками, которые селекционеры могут использовать в своей практике. Также мы обладаем всем видовым культурным разнообразием. Овес включает 4 культурных вида и всем эколого-географическим мировым разнообразием из всех стран, где бы возделывалась эта культура. По ячменю мы также имеем очень большую коллекцию. Коллекция насчитывает более 20 тысяч образцов. Она также представлена всем эколого-географическим разнообразием культурного ячменя и небольшой коллекцией по диким видам. Но дикие виды ячменя, к сожалению, не так широко используются в селекции, как это мы наблюдаем по коллекции овса. И в настоящее время я сказал, что наша коллекция является четвертой в мире после Соединенных Штатов Америки. Китай, Инди, мы занимаем четвертое место. Но тем не менее наша коллекция уникальна. И при открытии на Сфальборде семенного хранилища семян, так сказать, всемирного хранилища, наш институт, как один из крупнейших генных банков, национальных крупнейших генных банков, был также приглашен на открытие этого хранилища. И в настоящее время, в этом году, они будут праздновать свой юбилей, десятилетие работы этого хранилища. Наш институт также получил приглашение на эту церемонию. Это говорит о том, что международное сообщество очень высоко оценивает значение нашей коллекции для всемирного сельского хозяйства. А что относится к генетическим ресурсам ячменя и овса? Я уже сказал, что к генетическим ресурсам ячменя и овса относятся как культурные виды, так и дикие виды. С одной стороны, дикие виды, они не используются в производстве. Но, тем не менее, культурные виды на протяжении тысячелетий народной селекции, которая длилась с момента первого использования земледельческого опыта на земле, вот с этого момента начинается, так сказать, примитивная народная селекция по сельскохозяйственным культурам. И вот ячмень и овес, значит, имеют большое разнообразие местных сортов, которые, этот период заканчивается созданием народных сортов местной селекции с концом XIX века. С начала XX века были открыты законы генетики, и начинается уже научная селекция по различным сельскохозяйственным культурам, в частности, вот по тем культурам, о которых я упомяну. И дикие виды очень важны, так как в большинстве диких видов можно найти такие свойства, которые несколько утрачены культурными видами. Это, например, устойчивость к большинству болезней, устойчивость к вредителям, и также некоторые качества, некоторые свойства, которые влияют на качество зерновой продукции. Это может быть содержание каких-то биохимических компонентов, таких как белок, масло, крахмал или какие-то другие очень необходимые вещества для жизнедеятельности человека и животных. Какие основные направления селекции ячменя и овса разрабатываются в России? По поводу направления селекции. Основное и самое главное направление селекции по всем сельскохозяйственным культурам – это продуктивность. То есть повышение продуктивности – это главная задача селекционеров, и именно по этому показателю наша госсортная сеть предлагает новые сорта для включения их в реестр селекционных достижений. Но продуктивность – это очень комплексное понятие, которое связано также с, как мы говорим, структурой урожайности. Структура урожайности зависит от крупности зерна, от количества зерен в колосе или в метелке, от количества колосков в метелке и так далее. Это признаки, которые мы определяем при полевом изучении. Также на продуктивность может влиять и скороспелость. С одной стороны, скороспелые формы менее продуктивны, но можно найти такие формы, которые будут достаточно продуктивны и иметь достаточно сокращенный вегетационный период. Это так называемые нейтральные формы по фотопериоду. Такие формы мы тоже выделяем в нашей коллекции, и это является одним из таких важных направлений селекции. Кроме того, на продуктивность влияет и устойчивость к различным заболеваниям. Если растение будет болеть или будет повреждено каким-то насекомым, то конечная урожайность, продуктивность, в частности зерновая продуктивность, не будет иметь должного качества, как с точки зрения посевных свойств семян, так и с точки зрения переработки этого сырья. Это тоже очень важное, так сказать, большое направление селекции в нашей стране. Кроме этого, непосредственно на качество продуктивности влияют непосредственно биохимические свойства зерна, с которыми мы также очень много работаем. Что предусматривает стратегия научно-технического развития России на ближайшие 10-15 лет? Эта стратегия предусматривает эффективную переработку сельскохозяйственной продукции и создание безопасных функциональных продуктов питания. Это очень важно для современного человека использовать именно функциональные безопасные продукты питания. И как раз с этим связана и селекция. Мы предлагаем нашим селекционерам источники, которые можно использовать вот в этом направлении. Первое направление, как я уже сказал, это устойчивость к различным заболеваниям. То есть сельскохозяйственная продукция должна быть чиста от различных заболеваний и повреждений вредителями. Мы очень интенсивно работаем в этом направлении, как в полевом изучении, так и в лабораторном. В поле мы изучаем важнейшие заболевания, которые проявляются на нашей коллекции, как здесь, в Пушкине, мы изучаем, так и на станциях нашего института, которые располагаются в различных экологических географических зонах Российской Федерации. Основные заболевания по овсу, это такие, как корончатая ржавчина, стеблевая ржавчина, это гельминтоспориоз, это фузариоз, красно-бурая пятнистость. Также основные заболевания по ячменю, которые мы изучаем в Пушкине, на наших станциях, и по всем этим показателям мы выделяем источники устойчивости, которые передаем в нашем селекционере. А что такое функциональные продукты? Функциональные продукты питания – это продукты, которые снижают риск развития заболеваний, связанных с питанием. Также они превращают дефицит различных питательных веществ в организме человека или животных. И также сохраняют и улучшают здоровье за счет дополнительного получения из продуктов питания различных веществ, которые необходимы для жизнедеятельности организма. Как я сказал, снижающий риск развития заболеваний к этим продуктам может относиться продукты, те, которые не заражены различными заболеваниями. Сельскохозяйственная культура устойчива к различным заболеваниям, о котором я уже упомянул в начале. Функциональные продукты, которые снижают риск развития заболеваний при потреблении определенных продуктов, здесь очень важно, чтобы сельскохозяйственная продукция, которую мы получаем в поле, она была устойчива, она была не заражена различными патогенами. В настоящее время в мире развивается очень опасная, и, я бы сказал, такое неприятное заболевание, которое называется стеблевая ржавчина зерновых культур. Эта стеблевая ржавчина появилась в Уганде в 1999 году, и потихоньку она продвигается с юга на север. Последняя эпифитотия этой расы стеблевой ржавчины была замечена в 2009 году в Иране. Это уже совсем недалеко от границ нашей страны. И в настоящее время мы очень обеспокоены развитием этой болезни и также начали изучать нашу коллекцию на устойчивость к данному патогену. У нас был совместный проект с нашими американскими коллегами. Мы изучили все сорта, которые входят в реестр селекционных достижений по H-меню, и выяснили, что среди них можно найти где-то порядка 3-4 сортов, которые неустойчивы, но толерантны к данному заболеванию. То есть это уже первый шаг для создания устойчивых сортов для условий Российской Федерации. Также мы изучаем устойчивость к головневым заболеваниям по овсу и ячменю. Это очень вредоносное заболевание, которое может оказывать непосредственное влияние на продукты питания при переработке зараженного зерна. Но есть заболевания, которые не четко проявляются в поле, и по ним вести изучение и селекцию довольно-таки трудно. Таким заболеванием является фузыриоз колоса или метелки. Он очень типичен для ячменя и овса. Особенно сильные эпифитотии этого заболевания в нашей стране встречаются на Дальнем Востоке. Такие же небольшие эпифитотии мы наблюдали в прошлом году, в частности, и в нашем северо-западном регионе. Это заболевание очень коварное, то есть мы не всегда можем видеть симптомы этого заболевания на зерне или на колосе. Но кроме того, что мы имеем зерно, зараженное фузыриозом, фузыриоз накапливает микотоксины. Которые являются сильными канцерогенами как для человека, так и для животных. Это проблема в переработке такого зерна. И не только в переработке на продукты питания. Эта проблема еще существует и при производстве пива. Ячмень, который используется, такой зараженный ячмень, который используется для производства пива. Пиво, в конце концов, уже в бутылках, оно начинает взрываться. То есть, как бы, сам напиток уже не приводен к использованию. И эту проблему мы изучали по ячменю с нашими американскими коллегами. И выделены очень интересные формы шестирядного ячменя, для которого не является типичным устойчивость к этому заболеванию. И эти формы переданы нашим селекционерам. По ОВСУ эта работа была проведена нами в течение 2014-2016 годов. Эта работа была поддержана нашим российским научным фондом. И были выделены источники, очень интересные, которые были переданы селекционерам. И было напечатано ряд интересных статей в различных журналах, как в России, так и за рубежом. Какие показатели качества являются функциональными характеристиками зерновки? К функциональным характеристикам зерновки относится большинство биохимических показателей, которые мы и можем изучать, в частности, у ОВСА и ячменя. Это белок с хорошо сбалансированным аминокислотным составом. Это крахмал с сбалансированным состоянием амилоза и амилопектина. Это жир с хорошо сбалансированным составом жирных кислот. И также это могут быть различные антиоксиданты, такие как авиантрамиды, микроэлементы, это может быть бета-глюканы и другие элементы. И по всем этим направлениям мы пытаемся проводить изучение и выделять источники для селекции и передавать этот материал нашим селекционерам. Ежегодно наш институт выделяет порядка 50-60 источников по различным направлениям, связанным с биохимическими показателями, и этот материал ежегодно передается нашим селекционерам для их использования. Если мы будем говорить о белке, то содержание белка у овса довольно-таки высокое, оно может иметь порядка 16-17-18%. Также белок сам по себе не говорит так о его качестве. Содержание лизина в белке повышает его качество, и высоколизиновый белок, и ячмень – это очень ценные фуражные культуры, и также высокое содержание белка является ценным для производства различных продуктов питания. С другой стороны, крахмал. Крахмал – это тоже очень ценное вещество, которым обладает и ячмень, и овес. Ячмень, в частности, крахмал ячменный, очень важен при производстве пива, и также его важно соотношение амилозы и амилопектина. У ячменя – это вот слизи, которые мы получаем в результате, если мы делаем из овса различные кисели или какие-то такие вот слизеподобные напитки, это очень важно, и такие напитки являются очень диетическими и полезными для организма человека. Масло. Масло – это очень интересный показатель. Надо сразу сказать, что содержание масла в зерне ячменя очень небольшое, практически оно составляет где-то порядка 2%, но во все содержание масла может доходить до 10-12%. И в настоящее время овес иногда рассматривают как новую масличную культуру, которая может заменить подсолнечник, например, выращивая его в северных территориях нашей страны. И масло овса, оно очень интересное по своему жирно-кислотному составу. Содержание олииновой кислоты в таком масле может достигать 40%, что равносильно качеству подсолнечного масла. И по соотношению олииновой, линолевой и линолиновой кислоты овсяное масло тоже выделяется по своими качественными характеристиками. Кроме того, соотношение линолевой, линолиновой и арахидоновой кислоты является витамином F, который очень важен, если мы такое зерно используем для переработки на продукты питания. Он обладает высокой пищевой ценностью, и также, кроме этого, масло овса обладает и омега-3 жирными кислотами, которые также являются очень ценными составляющими в продуктах питания. Другим таким интересным показателем, который находится и в настоящее время является одним из направлений селекции, в частности овса и ячменя, это бета-глюканы. А в чем проявляется оздоровительный эффект бета-глюканов? Бета-глюканы – это очень интересные вещества. Это клетчатка, которая в первую очередь помогает сокращать вес, если вы используете такую диету для похудания. С другой стороны, она сокращает бета-глюканы, уменьшает содержание холестерина в крови. Также есть исследования, которые доказывают, что использование овсяной диеты уменьшает риск заражения раковыми заболеваниями, проявления раковых заболеваний. И все это ставит бета-глюканы в очень такое зависимое положение от использования овса. При том, что бета-глюканы в большинстве, в частности в скандинавских странах, выделяют из зерна овса, и уже непосредственно сам бета-глюкан является продуктом для использования, как в хлебопечении. Также он используется при получении кисломолочных продуктов, при получении детского питания, и даже, как это ни странно, используется в мясомолочной продукции. Бета-глюканы добавляются при производстве сосисек, колбас и различных мясных изделий. И это очень широко используется в западных странах, в частности в Скандинавии. И вот здесь бы я хотел сказать, что этот компонент очень сложно, довольно-таки непросто определить в наших условиях, и мы прибегаем к помощи наших зарубежных коллег. В частности, Литовский институт по селекции растений проанализировал на коллекцию по ячменю и овсу порядка 200 образцов. Если мы бы такой объем коллекции проанализировали, здесь, в России, это бы нам обошлось порядка 600 тысяч рублей. Нам сделали этот анализ бесплатно, так как обе стороны были заинтересованы в получении результатов. Результаты переданы нам, и мы разослали этот интересный материал, который выделился в этом изучении, нашим селекционерам. Также следует сказать, что бета-глюканы, особенно по ячменю, это не только положительный, но и отрицательный показатель. Определение бета-глюканов – это обязательный анализ для использования такого ячменя в пивоваренной промышленности. Для пивоваров это очень отрицательный показатель, потому что его необходимо отфильтровывать вместе с органическими веществами, которые находятся в сусле пива. И поэтому пивоваренные сорта содержат минимальное количество бета-глюканов, а сорта, которые используются для фуражной или для пищевых целей, они предполагаются, что они используют этот показатель в своем максимальном состоянии. В чем особенность таколов зерновых культур? Таколы или токоферолы, или токотриенолы – это такие вещества, которые еще называют витамином Е. Это очень важный компонент зерновых культур, и в частности его содержат зерно ячменя и овса. Витамин Е очень важен, он воздействует на репродуктивную сферу как человека, так и животных. И, с другой стороны, это жиро-растворимое вещество, и оно содержится в масле. Содержание токоферолов в ячмене довольно-таки высокое, но, как я сказал, в ячмене нет масла. И поэтому ячменная крупа, которую мы получаем из ячменя, она не прогоркает. Но все вы прекрасно знаете, что крупа, получаемая из овса, в частности геркулес, периодически ее приходится выбрасывать, потому что она прогоркает. Это связано с тем, что содержание масла, как я сказал, вовсе довольно-таки большое, а содержание токоферолов недостаточное. То есть они недостаточно стабилизируют этот ценный продукт в зерне овса. И поэтому повышение токоферолов в масле овса – очень важное направление селекции. К сожалению, изучение токоферолов или стеролов, которые есть в зерне как овса, так и ячменя, в нашей стране, к сожалению, затруднено. Мы имеем только очень ограниченный набор образцов, которые изучены по данному показателю. Что относится к антиоксидантам зерновых культур? Антиоксиданты – это вещества, к ним относятся многие вещества. Так, например, это могут быть недавно открытые вещества, находящиеся в зерне овса, авенантромиды. Это могут быть различные микроэлементы и другие вещества, которые обладают антиоксидантной активностью. В частности, авенантромиды – это очень интересные вещества, которые выделяются из зерна, не только из зерна, но и из зеленых частей растений. Это как бы ответ данного организма на воздействие патогенных организмов, или грибов, или насекомых. То есть это иммунитет растений. Но с другой стороны, сами авенантромиды находятся непосредственно в зерне, и они определяются именно генетической природой того или иного сорта. Нами был изучен этот показатель совместно с Лунским университетом в Швеции. Был изучен большой набор как культурных сортов, так и диких видов овса по этому показателю, и выделены очень интересные формы. Нами замечено, что галазерные формы овса, которые в большинстве случаев имеют более высокие качественные показатели, как по белку, по жиру, по бета-глюканам, так и по авенантромидам. Они имеют более высокие показатели. Поэтому источники высокого содержания авенантромидов можно искать именно у галазерных форм овса из нашей коллекции. Кроме этого, мы совместно с Санкт-Петербургским университетом изучили содержание микроэлементов в зерновке, как всех зерновых культур. И нами обнаружено, что, вопреки мнению большинства специалистов, наибольшим содержанием микроэлементов обладают не пшеница, как это показано в большинстве различных исследователей, а именно ячмень и овес. Такие показатели, как железо, марганец и цинк, эти показатели были в большом количестве найдены у сортов ячменя и у некоторых сортов овса. Мы изучали районированные, то есть сорта, те, которые входят в реестр селекционных достижений. И эти сорта очень важны, например, для использования теми больными, которые болеют, например, железистой анимии. То есть дополнительное содержание железа в продуктах питания может также благоприятно воздействовать на таких больных. Но это я говорю о различных направлениях селекции, которые мы также проводим в нашем институте, изучая и выделяя исходный материал для селекции. Но мы непосредственно также сотрудничаем и с селекционерами, и с другими исследователями, получая уже непосредственно практические результаты. И вот таким одним из практических результатов нашей работы можно назвать получение, выделение безглютенового овса. Какие еще практические результаты были получены в кооперации с сотрудниками ВИР? Наш отдел проводил совместную работу по получению безглютеновых продуктов. Обычно для получения таких продуктов используются некоторые сорта пшеницы, которые не обладают такими свойствами. Это связано с тем, что больные целяки, болезнь, которая распространена как в нашей стране, так и за рубежом, они не могут переносить белки зерновых культур, в частности глютен. И мы задались целью найти такие формы и у овса. Было проведено исследование на содержание глютена, кроме этого были проведены также медицинские исследования, и были выделены 4 сорта, которые можно использовать на эти цели. 2 глазерных и 2 пленчатых сорта овса. Кроме этого, с нами сотрудничают сотрудники ИТМО для получения безглютеновых напитков на основе овса. Была завещена кандидатская диссертация, была разработана технология, и теперь существует технология по производству таких напитков. Кроме этого, мы очень тесно сотрудничаем с нашими селекционерами. В настоящее время на территории Российской Федерации находятся 42 селекцентра, располагающиеся в разных уголках нашей страны. По овсу мы сотрудничаем порядка с 20 селекцентрами, по ячменю где-то порядка 25 селекцентров. С ними мы проводим совместные исследования, мы ежегодно высылаем им исходный материал, который они используют в своей работе. И как практический результат этой работы мы имеем много авторских свидетельств на сорта, которые совместно выводятся селекционерами с участием наших сотрудников. Эти сорта входят в реестр селекционных достижений, и эти сорта можно встретить на полях нашей страны. И таким вот тесным сотрудничеством непосредственно с Кемеровским НИИСХом является создание пяти глазерных сортов овса. Часть из них была включена в реестр селекционных достижений и используется в нашей стране. И мы были включены как соавторы по созданию этих сортов. Эти сорта очень интересные. Как я сказал, они глазерные, они обладают повышенными биохимическими показателями, и в настоящее время их ареал расширяется в нашей стране. Также практическим результатом использования наших данных по изучению мировой коллекции овсы овса и чменя является выпуск каталогов. Каталоги мировой коллекции ВИР, которые мы периодически публикуем и распространяем нашим селекционерам, в них включаются данные по изучению тех или иных сортов в различных регионах нашей страны, на станциях нашего института, которые мы распространяем селекционерам. Селекционеры, получая такой материал, могут найти интересующие их сорта, которые бы подходили к их непосредственно условиям возделывания, могут этот материал запрашивать в нашем институте. Мы высылаем уже непосредственно семена тех или иных сортов, которые селекционеры по своему усмотрению включают в селекционный процесс. Мы рассылаем материал не только российским селекционерам, мы также сотрудничаем и с многими селекционерами за рубежом, и с генными банками, и таким образом наша коллекция обогащается материалом, который мы получаем из-за границы, и от наших селекционеров, когда они создают новые сорта, и также мы им посылаем материал, который необходим для их деятельности. Также хотел бы еще сказать о практическом результате, который мы получили в результате нашего, в результате выполнения нашего проекта по Российскому научному фонду. Я сказал, что мы изучали материал на устойчивость к фузариозу и накоплению микотоксинов. Кроме этого, мы изучали этот материал на содержание различных биохимических показателей. Мы изучали как сорта из нашей коллекции, так и мы предложили селекционерам прислать нам свои селекционные линии, которые у них находятся уже перед выходом в передачу в госсорта сеть. И нами была выделена очень интересная линия, которая оказалась устойчива к заражению фузариозом и к минимальному накоплению микотоксинов. Кроме этого, она обладала повышенным содержанием некоторых биохимических показателей, таких как белок, жир, микроэлементы. И в настоящее время эта линия была Ульяновским научно-исследовательским институтом передана в госсорта сеть, и она была зарегистрирована в реестре селекционных достижений. И в настоящее время эта линия называется как сорт всадник. То есть таким образом в нашей стране в реестре селекционных достижений появился первый сорт, устойчивый к фузариозу зерна, который можно использовать как в пищевых целях довольно-таки безопасно, так и в кормовых целях. То есть это, я считаю, очень большое достижение, совместное достижение нашего института с селекционерами нашей страны. Таким образом, здесь были представлены основные направления селекционной работы по овсу и ячменю, которые довольно-таки актуальны и в нашей стране и за рубежом. Представлен был исходный материал, который мы изучаем и предоставляем нашим селекционерам для их селекционной практики. И таким образом коллекция, которая была создана Николаем Ивановичем Вавиловым, мировая коллекция ВИР по ячменю и овсу в настоящее время актуальна, она востребована, она является незастывшей субстанцией, она постоянно пополняется, она пополнялась и вавиловскими соратниками, и последователями. И в настоящее время мы собираем также материал по всех странах мира. Мы стараемся найти самый интересный, необычный и востребованный материал, который могли бы использовать селекционеры нашей страны для улучшения как зернового, так и в целом положения в сельском хозяйстве нашей страны. Спасибо, Игорь Градиславович. С вами была Ксения Жукова. Подписывайтесь на наш канал VideoLectory.DOT, задавайте свои вопросы в комментариях, и наш эксперт ответит на них.